Всем привет! С нами сегодня Антон Панков, продюсер компании Wargaming. Я бы хотел, чтобы Антон поподробнее представился, чем он конкретно занимается, чем конкретно занимаются те люди, которые его в подчинении, и рассказал о каких-то ближайших планах, которые самые главные на ближайшее время планы компании Wargaming по изменению игры танки. Всем привет, меня зовут Антон Панков, я операционный продюсер проекта World of Tanks в Россию и мы занимаемся оперированием самого большого, самого массового продукта нашей компании на текущий момент в СНГ. Что касается вопроса о планах на следующий год, то год этот будет полностью посвящен изменениям геймплея, изменениям графики, физики, то есть это для нас новые рубежи. То есть если в прошлые годы мы больше внимания уделяли в воду техники, в игру, там карт, то в этом году мы будем значительно перерабатывать физику, графику, качество моделей техники. Отдельное внимание уделим киберспортивному режиму, командному бою, ну и плюс дадим игрокам возможность чувствовать себя в игре более комфортно, они получат разнообразие режимов. Клановые игроки получат свои отдельные режимы, киберспортивные игроки свои отдельные. Ну а те, кто любит играть соло по вечерам, получат свой фан от игры дополнительный. И все это будет связано новой графикой, физикой, новым физическим движком Havoc, который будет давать возможность много чего разрушить, раскрошить и так далее. Ну и когда будет вводиться Havoc, будет ли также вводиться многоядерность, как при графических процессорах, так и при... Ввод Havoc подразумевает под собой многоядерность, потому что все физические процессы будут рассчитываться на отдельном ядре. То есть Havoc это внешний модуль, и мы достаточно много времени потратили, чтобы интегрировать его в наш продукт. До этого никто в ММО этого не делал. То есть эксперименты сейчас продолжаются, но они уже на финальной стадии, и мы уже о дневниках разработчиков будем показывать подробно наши планы на текущий год. Ну да, это мы видели, это было очень круто и красиво. А те, кто играет, скажем так, на калькуляторах, для них это будет каким-то способом, поводом наконец выбросить свой калькулятор и купить хороший компьютер, или наоборот они смогут на старом железе, отключив все это, играть как раньше? Мы будем стараться, чтобы не принуждать людей покупать новые компьютеры, но все должны понимать, что прогресс не стоит на месте, развивается железо, развиваются графические движки, наш проект тоже не может стоять на месте. Но мы будем стараться сделать пребывание игроков комфортным, как и те, у кого старое железо, либо старенькие ноутбуки, так и для тех, у кого мощное железо, чтобы они могли увидеть все красоты на шейке. Ну вот, например, сейчас, перебиваю, прошу прощения, что есть возможность выбрать старый рендер, то есть, как это называется, стандартная графика, есть улучшенная графика с новым рендером, и будет типа третий выбор, третья опция. Да, то есть мы планируем сохранить стандартные настройки для более слабых машин, улучшенную графику для средних и максимальные настройки для сильного железа. Плюс мы сейчас рассматриваем, и скорее всего это будет реализовано, что HD текстуры техники и прочие внешние модули, которые создают HD клиент, они будут закачиваться отдельно. То есть, если вы их не используете, вы сможете их не закачивать, не использовать. А вот мне еще интересует такой момент, а помимо моделей техники будут ли переделываться модели карт? Лично вот очень многих игроков не очень нравится, когда не соответствует модель хитбоксов или как это, коллижен модель карт и их визуальному отображению, что ты вроде бы смотришь, контур не обводится противника, хотя между тобой и ним ничего нет. Ну, безусловно, карты будут перерабатываться. Отдельным пунктом на этот год у нас стоит атмосферность геймплея, то есть это атмосферность локаций. Будет несколько исторических карт, которые очень достоверны с точки зрения геометрии, то есть первая карта Харьков, ее мы уже показывали, и в дальнейшем будем показывать другие карты. Это и Сталинград, и Минск, и Кёнигсберг, то есть карты тоже будут постепенно преображаться. Будет добавляться погода по мере необходимости, и то, что вы видели, Руинберг в огне, и Зимний Химмельсдорф – это первые-первые вот пробы именно презентации на широкую публику. То есть карты тоже будут прогрессировать, улучшаться и с точки зрения геометрии, и с точки зрения графики, атмосферности и так далее. Ну, это означает ли, что старый, например, Химмельсдорф уберется, останется только зимний какой-нибудь, весенний с более листопадами, осенний Химмельсдорф? Ну, на самом деле, очень хорошо был воспринят второй Руинберг и второй Химмельсдорф, потому что недостаток городского геймплея, он чувствуется, большинство карт смешанные, такие как, например, Руинберг, много достаточно у нас открытых карт, но на текущий момент останется и зимний, и обычный Химмельсдорф, потом будем просто смотреть, что с этим делать, то есть зимний Химмельсдорф – это первая проба пера со сменой погоды, именно сезонной, либо на постоянной основе, то есть мы еще посмотрим. Ну, что вот хотел уточнить про новые танчики, они все же планируются, насколько я знаю, на этот год. Например, премиумный японец, вроде бы как, восьмого уровня. Да, в этом году будет выпущен достаточно ограниченный набор техники, будет отдельно премиум машины, это японский премиум, ну, в первую очередь, из интересного, это японский премиум СТ-танк восьмого уровня, плюс советский, советская ветка получит средний танк, раннюю версию Т-54, скорее всего, появится ранняя версия Пантеры для немцев, то есть, ну, премиум технику будем добавлять, и плюс во второй половине года она запланирована на несколько веток линейных, вот, и прокачиваемых, но пока что о них рано говорить, потому что работы над ними еще не начинались. Ну, каких наций? Ну, с высокой долей вероятностью, это будет одна британская ветка, пока что не решили для себя до конца, какая именно. Ну, и внутри идет сейчас у нас очень много споров, разговоров, возможно, некоторые британские танки десятых уровней будут заменены на более соответствующие им аналоги. Ну, имеется в виду средний танк, как ФВ-4202? Ну, в первую очередь, ФВ-4202, который пока что уступает своим одноклассникам не такой разнообразный по геймплею, но на текущий момент это все концепции, разговоры, то есть к финальному решению мы еще придем где-то ближе к середине года. Ну, и плюс будет еще доработка легких танков, растягивание деревьев до 8 уровня, конкретно американцы, немцы, плюс еще несколько наций, то есть техники в этом году будет мало, потому что основные силы направлены именно на переработку текущей техники. Означает ли это, что Чаффи будет, скажем так, понерфлен? Ну, судьба Чаффи еще не решена, посмотрим, как поведет себя дерево в тестировании, именно полное дерево средних танков, исходя из этого сделаем выводы. Ну, последний из магикан осталось чуть-чуть совсем, скоро все узнается. Ну, то есть его лучше любить сейчас и почаще его катать, потому что рано или поздно... Ну, если так рассуждать, то рано или поздно все будет ребаланшено, потому что игра не стоит на месте и баланс во многом формируется из-за поведения игроков, модели их поведения, то есть там качество их игры. Ну, рано говорить пока что, что Чаффи будет понерфлен или апнут и так далее. Рано это значит, что полгода по меньшей мере есть? Ну, с большой вероятностью в первом полугодии никаких больших изменений не будет. Как и с квасом, которого вроде как в 9-2 хотят все-таки... Да, уже решение из большего принято по поводу КВ-1С, он будет разделен на два танка и тоже мы это озвучим отдельно. Два танка, это один будет шестого уровня? И один седьмого, да. И один седьмого. То есть седьмого будет тот, который сейчас, скажем так, есть текущий? Ну, один из возможных вариантов, там может быть КВ-85 и КВ-1С в текущем виде. Ну, тоже еще пока что тестируем различные варианты. Это будет напоминать что-то типа легкобронированный ИС нынешний? Ну, он и есть в текущем виде легкобронированный ИС, меньшее количество ХП, но такое же орудие. Хотелось бы еще узнать, какие пользовательские модификации будут попадать в игру и что вообще в этом направлении делается? И еще такой оттенок. Есть ли такое, что Wargaming копирует те моды, которые особо популярны и без вопросов копируют? Ну, если вы давно играете в наш проект, то помните и OverTargetMaker, который впоследствии эволюционировал в хитбоксе, которые используются в игре сейчас. Совсем недавно мы ввели отображение перезарядки в секундах, то есть тоже пользовательский мод. Мы стараемся очень аккуратно относиться к модам и все-таки отставлять их на откуп игрокам, потому что это возможность кастомизации. То есть когда мы что-то вводим системно, оно вводится как есть. Ну, собственно говоря, и кастомизируется ограниченно. Когда игрок пользуется модами, умело, то есть он настраивает игру под себя и, соответственно, делает удобнее себе. Ну, то есть мы не видим в этом ничего плохого, поэтому моды будем имплементить очень осторожно, только самые-самые нужные. Ну, какие на ближайшей очереди самые нужные? Ну, сейчас я не могу сказать, что конкретно в ближайшее время будет именно из пользовательских модов. Ну, мы рассматриваем, держим руку на пульсе и с ушами рассматриваем расширенная информация в ушах. И кое-что с мини-картой. Ну, то есть конкретного списка сейчас нету, но в общем-то в целом следим за трендами, стараемся соответствовать, кое-что добавлять. Ну, я вот слышал, что планируются надписи танков на мини-карте. Ну, надписи на мини-карте рассматриваются, потому что в концепцию игры они, в принципе, вписываются, да, и в концепцию историчности. Но еще не решили окончательно, будет это или нет. Моды все-таки генерят достаточно большое количество внимания, трафика и тем, кто занимается вводами, и тем, кто работает на ютубе. То есть и дает возможность кастомизировать, как хочется. То есть в этом ничего плохого, собственно, нет. Ну, вот прокатились такие слухи, что модификация XVM, а именно часть ее алини-мер, попал под такой жесткий запрет, и это было этапно. Вначале было сказано, что он, вплоть до того, что запрещается использовать его в видеороликах, потом как-то это смягчено. Что сейчас в итоге, и какие перспективы у моды XVM будут? Ну, мод XVM развивается. Мы внимательно следим за его развитием, контактируем с его разработчиками. На текущий момент запрещена только прямая реклама полной версии мода, то есть именно то, что показывает рейдинг, эффективность и так далее. Но в планах нет запрещать XVM и как-то карать за его использование. То есть умная миникарта, скажем, особенно такая читерская часть останется? Умная миникарта, хитлок урона, попадание снарядами. То есть мы внимательно следим и смотрим, и как только решим для себя, что рубеж перейден, да, рубикон перейден, и это дает какое-то массовое преимущество игрокам, которые используют, тогда мы уже будем рассматривать отдельно. То есть первый вариант – это введение геймплейного аналога, то есть как раз-таки имплементация модов клиентов для всех. Но пока что никаких особых преимуществ это не дает, потому что опытные танкисты, в принципе, и так знают, кто где на миникарте находится, во-первых. И им последние точки засвета не особо нужны. А массовому пользователю это помогает адаптироваться в игре, делает его пребыванием в игре более комфортно. Ну, у меня же все же мнение, что это очень сильно помогает игрокам, разгружает какую-то область мозга, которая отвечает за запоминание всех этих противников, когда они все явно записаны. Можно думать о чем-нибудь еще или вообще не думать? Ну, безусловно, но все равно, какими модами себя не обложи, думать нужно все равно и зависит от поведения себя. То есть если ты плохо стреляешь или плохо ездишь, плохо ориентируешься на карте, или плохо себя вообще в целом ведет в бою, какие моды не поставь, тебе все равно не поможет, что для команды ты останешься, ну, обузой. Вот, поэтому, ну, не столько этичные эти моды. То есть они не расцениваются вредоносные, то есть они допускаются к массовому использованию. Ну, это все вопросы, которые мы хотели задать. Большое спасибо Антону за то, что уделил нам время. И, может быть, напоследок что-то скажете зрителям в виде напутствия? Ну, хотелось бы нашим игрокам как в жизни, так и в нашем проекте или в наших проектах. Оставайтесь с нами, год будет очень насыщенным и интересным. Спасибо, Антон. Пока.